Привет, это канал Canada Cars, автомобиль из Канады и всех страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы делаем презентацию автомобиля Dodge Journey 2015 года, 7-местного, который у нас в автосалоне, мы продаем его для Украины. Цена для Украины под ключ будет всего лишь 12 900. Пробег 156 тысяч километров, 7 мест и очень крутые навороты, которых вы больше нигде не увидите, потому что это специальный заказ для этого семейного автомобиля. Потому что здесь, видимо, на нем ездила большая семья. У машины два ключа, машина чисто черный цвет, не перламутр, не, скажем так, не металлик. Она на дисках, в идеальном техническом состоянии. Двигатель 2,4, коробка автомат. 2,4 двигатель от Mitsubishi, как вы знаете уже, да, на него можно поставить газобаллонное оборудование. Чистый карфакс, один хозяин. Ну и теперь мы вам ее покажем. Ну, что, смотрите, по наружке вам если ее показать, ну, понятно, есть особенность. Это вот рейлинги эти, которые можно передвигать зад-вперед, поставить тули и куда-то путешествовать всей семьей. В нее бесключевой доступ, вот, открывать без ключа тоже можно и закрывать, соответственно, тоже. Подогрев зеркал, как вы видите, два ключа. У машины легкосплавные диски. У машины здесь, видите, защита порога пластиковая идет, ну, чтобы ничего не расцарапать, если вы куда-то поедете отдыхать. Ну, и, соответственно, клиренс. Какой у нее клиренс? Еще раз давайте будем всегда мерить на таких машинах. Она называется джипом. Почему она называется джипом? У нее 28 сантиметров клиренс. То есть, ну, это круто. 28 сантиметров клиренс. Потом давайте, ну, сзади, скажем так, ничего такого сверхъестественного, да? Ну, и спереди почти такая же, как обычные машины. Теперь, наверное, самые главные фичи. Начнем показывать. Мотор у нее стандартный, 2.4, я могу вам его показать. То есть, обычный 2.4 мотора, на него можно поставить газобаллонное оборудование, газовый инжекторную систему. Она будет очень экономична. Все спрашивают, какой расход топлива у этих машин. Ну, расход топлива, все зависит от вашей манеры езды. Ну, по городу около 10 литров бензина. То же самое газовый, хороший газовый инжектор. Ну, поставить систему, не знаю, польскую, стаг или, может быть, итальянскую БРЦ или что-то еще, да? То есть, вот, при вот с этой коробкой автомат, ну, по трассе она ест где-то там около 7 литров. Опять-таки, даже 7 местный автомобиль. Даже, кстати, с климат-контролем. Ну, теперь давайте перейдем к основным фичам, которые у этой машины, которые мне очень хотелось вам показать. Значит, ну, понятно, что здесь салон тканевый, обычный тканевый салон. Никаких, скажем так, кожи у них не бывает. Но руль, вот руль у нее кожаный. Заводится она тоже с кнопки. Пробег у нее можно показать. Вот, пожалуйста, посмотрите. 159 тысяч пробег у нее километров. Ну, я ее ставлю заведенный, наверное. У нее CD-ченджер диск вот здесь есть. Ну, то есть, вот он. Пожалуйста, слушайте музыку, радуйтесь, балдеете. Климат-контроль двухсторонний. Но, теперь самое, наверное, дальше, самые главные вещи покажу. Во-первых, сиденье двигается, электрическая регулировка, подкачка спины есть. То есть, вот эта вещь. Теперь переходим на заднюю часть. И вот, посмотрите. Сзади автомобиль супер необычный. То есть, можно показать, я сейчас покажу и здесь, и с той стороны. Во-первых, у нее климат-контроль. Для задних пассажиров машина семиместная. Вот они, вентиляционные шахты. Четыре их. Регулировка сидений. Ну, понятно, там, вперед-назад. Наклон спинки. То есть, наклон спинки можно, пожалуйста, вот так даже лежа сделать. Если куда-то далеко едете, да? Дальше. Вот эта штуковина. Вы ее нажимаете. Видите? Сиденье складывается, отодвигается. И вот вы проходите на задний ряд сидений. Так. Это, как говорится, первая часть марлезонского балета. То есть, сзади полноценные два места. Теперь вторая часть марлезонского балета. Здесь ящички у нас. Просто, когда вот открываете, там можно что-то складировать. А здесь вот эти два сидения. Это мы впервые на таких машинах. Они сразу оборудованы седлушками для детей. То есть, вот для взрослого человека. Но если здесь садится ребенок, под ножом тянете эту штучку. Вот. Вот она для ребенка, собственно говоря. Поджопничек. Сюда ножки. Ремешочек. И поехали путешествовать. Для двоих детей. То есть, ну, в принципе, с вас четверо детей. И он, пожалуйста, сзади, спереди. И даже пятеро детей поместится. Вот. Собственно говоря, вот так. Взрослый впереди сидят. Папа, мама. Идем на ту сторону. Так. Вот здесь я бы, может быть, показал, как работает вентиляция. Ну, то есть, она... В зависимости, что вы выбираете, можно с той стороны показать, кстати. Давай этот открой здесь. Вот, собственно говоря, вот, получается, поток воздуха регулируется. Температура воздуха регулируется. Ну, и скорость вращения вентилятора. Ну, и скорость вращения вентилятора. Очень удобная фича. Я заглушу мотор, потому что у нас вентиляции в салоне нету. Не хочется дышать газами. Теперь давайте покажу сзади. Вот она. Сиденья открыты. Полочка, скажем так, ну, вот кармашек здесь такой небольшой. Газобаллоны оборудованию. Сам этот бак, баллон можно поставить в место запаски. Ну, тогда, соответственно, вы без опаски остаетесь, да? Сиденья можно сложить. Кстати, и регулируются они по углу наклонностей. Ну, и сложить можно уже. Вот, собственно говоря, вот, видите, вы закрываете. Ну, и, соответственно, абсолютно ровный пол получается. То есть, немножечко надо мне сдвинуть передний ряд, и тогда они закроются. Ну, вот, собственно говоря, это то же самое. Видите, закрываете, и вот у вас ровный пол, достаточно большой. Вот, как говорится, семиместные красавицы. Дальше хочу показать с этой стороны то же самое. Также можете, допустим, задние пассажиры вот эту ручку дергают. Сиденье раскладывается, огромнейший проход. Можно показать, сколько там сзади места. Место реально полным-полно, даже для взрослых людей. Вот, вот этот трансформер дальше закрывается. Это вот штука двигается. Дальше. Для ребенка тоже, вот, для другого ребенка тоже. Еще один поджопник такой. Седлушка. Кроме ISOFIX, есть еще ISOFIX. Если совсем маленькие дети, можно поставить кресло. Вот, если дети постарше, естественно, они могут садиться уже на вот этот вот поджопничек. Дальше. Сюрпризы не заканчиваются. Смотрите. Спереди. Это какая-то, знаете, эта машина, видимо, для контрабандистов каких-то. Честное слово. Вот, смотрите. Вот сиденье, да, собственно говоря, пассажирское. Тоже обычное сиденье, ничего тут сверхъестественного. Но здесь есть такой вот крючочек. Вы вытянете это. Опля! И прячете сюда что-то тоже, понимаете? То есть, смотрите, сколько кармашков в этой машине. Миллион. Тут можно самому запутаться, где еще спрятан, да? Вот замочек специальный. Закрываете. Ну, собственно говоря, вот тут двигается подлокотник. Собственно говоря, что там, где открывается? Можно открыть его, пожалуйста, да? Тоже достаточно, вот, смотрите, глубокий кармашек. А здесь бардачок у нее есть тоже, да? Ну, то есть, куча-куча кармашков всяких. Миллион кармашков потайных. И все, что хочешь. Но вот это, конечно, тема классная. Ну, допустим, вы едете, взяли колу, накидали сюда холодную. За рулем едете. Захотели попить, открыли кармашек, достали водичку, попили, едете дальше. Ну, то есть, ну, много здесь таких преимуществ классных. Все-таки 7-местный автомобиль, это именно семейный такой автомобиль, и он продуман для путешествий. Ну что, 12900 под ключ в Одессе со всеми расходами. И она ваша. Вы можете еще успеть, теоретически. Не успеете, ну, будут еще вот у нас есть это. Не будет ее, но будут другие, что поделать. То есть, тоже 7-местная машина. Как говорится, долго не щелкайте, звоните. И вот эта вот красавица 2015 года может стать ваша с этими вот ключиками. Ну все, пока-пока.